Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите недельный обзор Форекс и фондового рынков в студии Марина Генералова. Прошлую неделю рынок американских акций завершил в плюсе, причем для индекса S&P 500 это стало седьмой неделей роста подряд, а также он впервые за всю историю закрылся выше отметки в 1800 пунктов. Индекс Dow Jones тоже зарегистрировал рекорд, преодолев отметку в 16000 пунктов. В пятницу индикатор поднялся на 0,3% до уровня 16064,77 пункта. Недельный рост индекса голубых фишек составил 0,7%. Индекс S&P прибавил 0,5%, повысившись до уровня 1804,76 пункта, а за неделю нарастив 0,4%. Акции компаний здравоохранения и промышленных корпораций были в лидерах роста. NASDAQ тем временем нарастил 0,6%, укрепившись до значения 3991,65. По итогам недели индикатор вырос на 0,1%. В этом году фондовые индексы только и успевают бить новые рекорды, благодаря улучшению экономических показателей, низкой инфляции и аккомандационной политике ФРС. Джанет Йеллен, которая планирует возглавить Федрезерв после Бена Бернанке, выступает в поддержку дальнейшего применения программы количественного смягчения. Индекс S&P вырос на 27% с начала текущего года, а с момента его минимальных значений в районе отметки 676 пунктов, занимаемых в 2009 году, он укрепился на 166%. Индекс Dow в четверг закрылся выше уровня 16000 пунктов, отметив 40-й рекордный уровень закрытия в этом году. Индикатор преодолел 1000 пунктов за 139 дней после того, как он закрылся выше отметки 15000 пунктов 7 мая этого года. Кроме того, инвесторов порадовали некоторые обнадеживающие экономические данные, такие как резкое сокращение количества заявок на пособия по безработице в США, октябрьское повышение розничных продаж на 0,4%, а также снижение потребительских цен на 0,1% в октябре. Сильная ралли, наблюдавшаяся на Уолл-стрит, подогрела разговоры о формирующемся пузыре на рынке, хотя эксперты говорят, что пузырь ему не угрожает. Акции BioGen IDEC продемонстрировали самый высокий рост среди компонентов индекса S&P 500. Бумаги выросли в цене на 13% после того, как биотехнологическая компания в пятницу заявила, что Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило пероральный препарат Dimethyl Fulmarat, торговое название Tecfidera, для лечения рассеянного склероза, что дает компании исключительные права на реализацию продукта на рынке Европы в течение 10 лет. Противоположную динамику продемонстрировали акции Rosstores, которые упали на 5,7% и оказались в конце списка в составе индекса S&P 500. Скидочный ритейлер заявил в четверг вечером, что его прибыль в третьем квартале выросла на 7,6%. Но его прогноз на текущий квартал оказался ниже вежданий рынка. На этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках. До свидания.